Диана Рождением детей и перед ними захлопнулись все двери Здравствуйте, это говорит Украина, я Алексей Суханов Наша первая гостья Лена забеременела в 16 Вот она Лена и ее парень Назар Добрый вечер Добрый Лен, как так получилось, что вы так рано стали мамой? Получилось так, что мой любимый на тот момент уже муженек Сказал о том, что он не может иметь детей О том, что врачи сделали ему вердикт пять раз То есть вроде как он бесплоден Да, вроде как бесплоден Ну я дура, малолетка, доверилась, естественно, взрослому мужчине Так получилось, что я забеременела А вы были влюблены тогда в него? Да, в тот момент я была влюблена Его ведь звали Сергей Да Назар, Лена ваша девушка Да А сколько вам лет, Назар? Мне 17 Назар, а ваши родители все про Лену знают? Почти А чего они не знают? Ну про ребенка еще не знают То есть вы им не говорите об этом? Ну не говорю еще Ну не спрашивают, мы не отвечаем А Спросят, скажем, как есть То есть, да, у меня есть ребенок, да, у меня был муж Да, я не живу с ребенком, если спросить Почему? Скажу причину Но ведь, если говорить честно, Лену То, конечно же, там по молодости все совершают ошибки Но вы от ребенка отказались? Я от ребенка, в принципе, не отказывалась Просто родители его, которые пилят, пилят, пилят время-тремени Плюс послеродовая депрессия, так можно сказать Я просто не выдержала, то есть никакой абсолютно поддержки нет Я решила, что действительно, проще на время уйти Вот, и подготовить себя к этому Так как я в тот момент была абсолютно не готова к ребенку То есть сказать, можно сказать, что вы сейчас себя готовите к материнству? Да Ну слушайте, ну вы ведь вообще рано начали взрослую эту жизнь Да, вы ведь из дома-то ушли в 14 лет Да, если быть точно, в 15 В 15? Да А почему вы ушли, Лена? Ну, из-за родителей Как-то меня воспитывала бабушка Вот, бабушке не стало И мама поняла, что есть воля Такая вот для нее То есть она была тогда любитель Прильнуть к бутылке То есть было довольно жесткое воспитание Там нагречку, естественно, всех ставили Вот, по голове как следует могли дать То есть приходила, то есть в школу я приходила в синяках Заплаканная, невыспанная То есть вас мама не только выпивала, но еще и била вас? Да Вот я смотрю на других вот семей Другие семьи, у них нормальные родители Которые нормально к ним относятся Почему у меня этого нет? Если у меня нет нормальных родителей Я хочу свою нормальную жизнь Поэтому я уехала А папа? Папа на данный момент, я не знаю, где находится Папа к моему воспитанию не принимал никакого участия Я вижу, что проблема в основном У девчонок, которые начинают раннюю половую жизнь Это проблема отцов Это вот недолюбленность отцами Это недостаток общения с отцами Или отсутствие отцов Ну здесь отсутствие вообще отца То есть она искала более старшего А ты согласен, что ты на самом деле тогда искала более старшего для того, чтобы действительно себе, может быть, отца как-то заменить? То есть каким образом? Я искала более ответственного человека для себя Сильное плечо? Сильное плечо, так как я считаю себя не особо ответственным человеком Но мне нужен был человек, который будет помогать мне, направлять меня в нужное русло, если я где-то ошибаюсь Сергей, насколько я понимаю, Лена, он ведь был старше вас? Да, намного старше Много старше? Когда мы с ним начали встречаться, ему было 25 Вот, 25 лет, а вам? 16 Слушайте, а вот о сексе, ведь, вот о сексе, Лена, кто вам рассказывал о сексе? Книжка То, что мне нужно было, я узнавала с книг, я не спрашивала Я просто узнавала Конечно, если бы маму я спросила, она бы ответила мне То есть вам ни мама, ни бабушка не рассказывали о сексе не готовили вас к областной жизни? Нет, нет Наташа, ведь у вас вот сын Вы когда начали своему сыну говорить о том, что такое секс? Что там нужно делать? И вообще, откуда берутся дети? Он в первом классе пришел и сказал мне А ты знаешь, что люди? У нас такая семья, знаете, интеллигентная Я говорю, ну, конечно, знаю Причем вы называете вещи своими именами или по книжкам, пользуясь научными терминами? Ну, не по научным, но так вот, интеллигентно Вот, допустим, он говорит, мама, приходит, извините, пожалуйста, меня ради бога за эту фразу Но так же говорят в жизни Мама, оказывается, люди трахаются Вот так он и сказал мне в первом классе Да Вот что вы ему на это сказали? Я ему объяснила, что так говорят в народе А в ГТА говорят, говорю, там занимаются любовью люди, любят друг друга Потом у них появляются дети Ну, давайте вернемся все-таки к Лене Лен, ну, когда вы забеременели, сколько вам было лет? 17 17 лет Как вы поняли, что вы забеременели? Ну, как это объяснить? Это вот где-то должны были пойти месячные И я вот почему-то поняла, что, ну, может, и не пойдут Ну, мы пошли, взяли тест Оказалось, действительно, да, беременны Ну, вот, потом это подтвердилось у врачей Ну, врачи сказали, что на таком малом сроке мы не можем сказать, беременны вы или нет Ну, скорее всего, да, раз у вас такая задержка Вот, ну, уже первый триместр, первые УЗИ Действительно, все хорошо Слушайте, ну, и как вот ваша первая реакция? О том, когда вам сказали врачи, что Лена... Честно? Да Охренеть То есть вы не ожидали? Совсем не ожидала Что вы начали дальше делать? Первые три месяца это была горячая ванная стопка алкоголя То есть это вот народные методы там То есть вы старались избавиться от ребенка? Да, это были, это все происходило после серьезных ссор с Сергеем Но, если честно, вы не хотели ребенка тогда? Сначала не было готово Потом попить таки было готово, а потом поняла, что не готово Ну, вот он уже... Можно сказать, что вы не хотели, но вроде как-то смирились со временем? Как бы это ужасно не звучало, но да 25-летний парень не испугался трудностей И привел 17-летнюю беременную девушку к себе домой Родители приняли их обоих Ну, давайте же встретим здесь, в студии того самого 25-летнего Сергея Слушайте, а зачем вы придумали сказку, что вы бесплодны? Ну, во-первых, я не придумывал сказку Во-вторых, когда спишь с человеком больше года без контрацепции, детей от этого нет, вывод напрашивается само собой Ты мне говорил о том, что ты бесплодны, что до меня у тебя были тесты пять раз И они тебе сказали, ага, уже шесть, да? Окей, уже шесть раз Сережа, вот скажи, зачем ты это делал? Да я вообще очень плохой человек, насочинял Нет, нет, подождите, подождите, вы не обижаетесь Просто мы хотим понять, почему вы не предохранялись? Почему я не предохранялся? Потому что я этого не люблю Но получается, что, Сереж, получается, что вы хотели ребенка Лена его не очень хотела и даже, ну, или, скажем, она не была к этому готова Да, но не была однозначно к этому готова Вы получили то, что вы хотели Девчонка забеременела Да Так, ваша задача была выполнена А потом вы оказались... Нет, стоп, стоп, не вся задача, вот, сделал ребенка, все Только начало пути Что значит, раз закрепался, задача, ну, потом мило, и что мне? Подождите, но потом она принимала горячие ванны и народными методами пыталась избавиться от этого ребенка Прикольно, а где я был в это время? Давай я тебе напомню о том, какие у нас с тобой были ссоры, какие ты мне устраивал казусы Один я Да, в принципе А ты святая? Я, конечно, не святой человек, да, я тебе устраивала ссоры И еще какие я тебе устраивала ссоры, стоит еще только посмотреть Самое эпичное, это у меня день рождения 2 марта Эта сволочь 1 марта с утра пошла делать себе документы Явилась 2 марта ночью, пьяный, на коленях обещал, что больше пить не будет У меня 18 лет прошли как? В поисках вот этого вот субъекта В слезах Восьмой месяц беременности Я как дура бегаю по городу и ищу этого идиота Причем субъект исключительно от хорошей жизни пошел, вот это напился То есть у него все в семье хорошо, дома ждет любящая жена готовая еда И именно поэтому он пошел налево Она довела А теперь начало ссоры В любых семейных проблемах нельзя обвинять кого-то одного Кстати, Тереш, у вас вот такие, так скажем, странные отношения И при этом вы хотели иметь семью и ребенка Но вашим радужным планам, насколько я понимаю, помешала тюрьма Да, у меня фатум Чем лучше планы, тем... А за что вас посадили-то? Помогал Лениной подруге По Лениной просьбе Так Ну и помог Один нехороший человек забрал у ее подруги некоторые вещи и не хотел отдавать Ну попросили навести справедливость Зашли к этому товарищу, он неадекватный Еще и раздетый Ну эффект драмы Забрали, что надо, ушли Статья 186, часть 3 Я не сидел в зоне Я сидел и ждал суда Дали мне бумажку с обвинением Посадили в камеру 2 на 2 метра Я сидел и ждал Ага, и потом через год выпустили? Да, суда Когда суда закончились А за этот год у Лены лопнуло терпение, она бросила ребенка и ушла? За месяц Если быть точным, за 1 месяц А мы с тобой почти месяц еще потом, как я родила, были То есть получается, что как только Сережу сажают, через месяц вы бросаете ребенка и уходите? Да, мне не хватает терпения, я просто ухожу А вы когда ушли, вы сказали родителям Сереже о том, что вы уходите? Я сказала, я иду прогуляюсь Только прогулялись, и все, и не вернулись? Да, не вернулись Так получилось, что я поехала в Киев Я не планировала ехать в Киев Я планировала вообще неделю Прийти в себя за неделю и вернуться Но так получилось, что я приехала в Киев И решила остаться в Киеве? Решила остаться в Киеве, да Слушайте, Сереж, ну вы оправдываете шаг Лены Тот шаг, что она бросила ребенка и ушла просто? Или вы все-таки в шоке от этого? Ну как можно оправдать человека, который бросил свою вторую половинку в беде своего ребенка и ушел? Сереж, ну зная Лену, подожди А я хочу поддержать Лену Сейчас, секунду Сереж, ну зная, какая Лена была Все-таки Вот ее импульсивность Возможно, неготовность быть матерью Возможно, образ жизни, который она вот вела Все-таки в этом случае В этом случае я от нее ждал всего чего угодно, но только не этого Слушайте, а давно вы, Антон ведь сын зовут, давно вы его видели? Что, мне соврать? Да, я последний раз заходила Буквально, да, где-то с месяца назад А до этого? До этого довольно давно Потому что я была опять-таки постоянно в Киеве И вот только начались у нас Я приехала в Альвов, и у нас начались отношения с Назаром И кое-кто с кое-кем не поделил Вот, отношения, правда, Сережа? Это были такие ссоры, что вот И не отнекивайся Вот, я тебе ребенка видеть не дам Если ты этого педика не бросишь Какого педика? Вот этого педика, ты этого педика не бросишь По пьяни Подождите, что, не даете ли я не видеть ребенка? Сына? То я не даю Да Не, ну я на нее когда-то по пьяни накричал Но это не значит, что я не даю Я тебе говорил, приходи, когда хочешь Общайся сколько хочешь Мы же побывали в гостях И знаете, какое у нас впечатление сложилось? Что действительно, Сережа такой прямо Хороший, опытный отец Внимание на экран, друзья Ну что же, встречайте Пожалуйста, здесь, в студии Маленького Антона и его дедушку Владимира Садитесь, пожалуйста Слушайте, по-моему, в папу пошел, да? Очень на папку похож Копия папа, да? Лен, не хочется подойти, взять на ручки? Подойду, сейчас я отойду Сейчас я вот отойду, приду в себя и вот подойду То есть вы в шоке даже сейчас еще? А Антош вас узнает вообще? Вряд ли Вряд ли? Вряд ли Вас это не обижает все-таки, вот что ваш родной сын вас не узнает? Почему? Обижает, конечно, но я сама в том виновата Ну вот, раз он меня не узнает И вы с этим готовы жить? А мне придется с этим жить Как бы я этого не хотела Просто, Леночка, понимаете, сейчас происходит именно то, что случилось с вами Вас как бы мама, как вы сказали, передала бабушке Знаете, я вас воспитывала бабушка И матери как бы не было Потом, когда у вас все-таки возникла возможность с ней общаться Оказалось, что у нее была другая волна И так реально у вас ничего с ней не вышло И то же самое сейчас происходит с вашим ребенком В принципе, подознательно я понимаю Я знаю историю моей матери, как куда она ездила И я подознательно, в принципе, повторяю ее ошибки Здрасте Тоша Иди к нам, иди, иди к нам Скажите, а он что-нибудь вообще Уже первые слова какие-то говорит? Ну, он как раз учится Он говорит по первой буквы от слов То есть там А, Ма говорит все-таки? Да, это у него машина А, Ма это машина Слушайте, общительный ребенок-то такой? Ну, а чего ему быть необщительным? Володя Слушайте, ну вот если вспомнить тот момент Когда Сережа пришел Вместе с Леной С беременной своей девушкой Домой, 17-летней девушкой Какая ваша была реакция? Не, ну они же пришли не с беременной Они сначала были Ну, когда уже напрямую сказали, что будет ребенок То я это воспринял как информацию Что здорово, будет внук Слушайте, а когда вот, Владимир Когда Лена ушла Сказала только что Пойду прогуляюсь И не вернулась Вы ожидали от нее такого шага? Ожидал Ожидали? То есть для вас это не было неожиданностью такой? Не было То есть вы были готовы к этому даже? Не то, чтобы готовы Но такой вариант я просчитывал Мы пообщались и с вашей супругой С мамой Сергея С бабушкой Антона Она, конечно, нашла себе силы Сказать несколько слов о том Какой ли она была мамой Внимание на экран Что, как сталось, так сталось А ну что она не готова Ну не готова, что же теперь А жизнь рано или поздно все расставляет по местам Мама приезжала только на суд Это не всегда А к ребенку? Как к котенку Знаете, погладить всегда хорошо В принципе, ожидаемый ответ И я полностью Вы знаете, во-первых, благодарю за таких дедушку и бабушку Потому что, ну, по сути, они сегодня родители И помогают Сергею Что Сергей все-таки нашел в себе силы воспитывать ребенка Лен, но тебе могу сказать одно Не разорвешь порочный круг Будешь всю жизнь несчастной И повторишь судьбу своей матери, Лен У тебя прекрасный ребенок Я тебя не понимаю совершенно Слушайте, Лена, а вот не боитесь, что через 10 лет Тоша откажется вас признавать и вообще мамой называть? Я этого ожидаю, в принципе Я знаю, что я сделала тот же шаг, что и моя мама И ребенок может сделать так же, как и сделала я И тут не угадаешь на самом деле Слушай, ну, если мне трудно сидеть Тошке, может быть Володя, мы вас можем отправить так же за кулисы Раз Тоша здесь Давайте Наверняка многие или некоторые из вас подумают, ну, что в нашей семье точно такого не может случиться Потому что семья у нас абсолютно благополучная Однако давайте не будем говорить об этом Потому что в нашей жизни возможно все Вот наша следующая героиня выросла в очень даже благополучной и порядочной семье Тем не менее, она забеременела в 13 Встречайте, Диана Кневец Диана, сколько вам лет? 16 16 вам сейчас? Ага, а вы забеременели, значит, в 13 13 Как так получилось? Ну, познакомилась с Максимом, понравилось он мне очень сильно Так общались, привет, как дела? Созванивали, все Там приезжал в гости Ну, просто моя сестра с его сестрой общались, учились вместе И как же так получилось, что у вас до секса дошло? Ну, приехал он в гости Сидели, пили чай Потом я пошла спать, потому что мне на учебу было рано Так И он мне пишет смс, говорит, Диана, я тебя очень сильно люблю Ну, я же ему в комнате, типа, говорю, ну, а зайти сказать нельзя, тут только по смс Ну, он зашел, рассказывал, как он меня там любит, без меня не может А до этого он ухаживал как-то за вами? Нет То есть, вдруг неожиданно пришла смс о том, что он вас любит? Да Так, и что было дальше? Ну, мы с ним, ну, он зашел в комнату, обнимал меня, целовал, говорит, что меня любит там Я поверила ему, глупая была в 13 лет, конечно И тут же все случилось? Да Слушайте, а вы почему презервативом-то не воспользовались тогда? Ну, я думала, он подумает об этом, так как он старше, и получилось, что он тоже не подумал А сколько у вас до этого было сексуальных контактов? Сколько Это был ваш первый? Да Подождите, а после этого с Максимом еще с этим были какие-то? Не было То есть, единственный раз в жизни? Да Вы были девственницей, у вас был первый сексуальный контакт, и вы забеременели? Да Когда стало понятно, что вы забеременели, а как Максим к этому отнесся? Он пришел, и мама же говорит, Максим, типа, ну, я же тебя, типа, просила, а ты говорил, нет, нет, мои друзья, не больше Ну, Диана беременна, что будем делать? Типа, я не знаю, дайте мне подумать два дня Угу, и? Ну, он подумал, мама звонит, ну, что ты решил? Типа, это не мой ребенок, я не буду его воспитывать Вот Лена, когда узнала о том, что она беременна, она пыталась избавиться от ребенка У вас не было такой мысли? Нет Ни разу такой мысли у вас не было? Нет, я даже не думала об этом Но ведь, а родители, как они восприняли это все? Ну, папа был в шоке, мама тоже, мама три дня, ну, ходила вообще никакая Слушайте, но ведь именно мама, насколько я помню, тогда, после этого шока, пережитого от новости, сказала, что Никакого аборта ты будешь рожать, это так? Да Итак, мама Дианы поддержала всем, чем только смогла И эмоционально, и психологически, и, конечно, учила дочку всему тому, что должна уметь делать мама Внимание на экран Это комната, мама, мы здесь спим, гуляем, телек смотрим Гадай, скажи, иди к маме Садись Иди, я ноль, смотри Моему малышу два года один месяц Так целый день у нас проходит Бегаем, скакаем, чтобы покормить, нужно словить его Вот и шмонил Не, 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 не А может чуть-чуть? уме Дай маме Дай тебе маме Дай тебе маме Аплодисм Николай Диана, а я хотел спросить Вот ты смотрела сейчас на своего ребёнка Вот и так очень напряженно Не улыбаясь, а потом заплакала А о чём ты плакала? Ну, потому что мне просто обидно, что Максим бросил своего ребенка. То есть ты сейчас об этом постоянно думаешь? Ну, я думаю о том, как воспитывать ребенка, как дальше его воспитывать. Ну, у тебя же есть поддержка родителей? Да, есть. Но ты счастлива? Я очень счастлива, что у меня есть сын. Я ним горжусь. А ты теперь вообще веришь мужчинам? Нет. То есть вообще не веришь? Никаких отношений вообще нет сейчас? Ни с кем? Нет. У меня сейчас ребенок, учеба. Некогда думать о гульках, о мальчикам. После того, как действительно Максим не оправдал этого доверия, хотя я понимаю, что, конечно, вы надеялись и верили, что, возможно, он вернется, вы все-таки решили его наказать. Правильно я понимаю? Ну, так как думала, что он не придет, ну, не будет помочь. Думаю, пускай отвечает за свои поступки. Нет, ну, не будет так, что он будет гулять, я буду воспитывать ребенка тоже одна. Ну, да, конечно, есть помощь родителей. Да, спасибо им огромное. Потому что если бы не родители, я бы не знала, что бы я делала. То есть ключевую роль здесь все-таки сыграла мама. И, конечно, мама сегодня здесь у нас в студии. Встречайте, пожалуйста, маму Дианы, которая поддержала свою дочку. Ольга, значит, смотрите, у вас, помимо малого, еще своих ведь двое детей. Ой, ничего страшного. Я рада, что у меня есть внук. У меня это ничего не страшит. Неужели вы рассчитывали действительно так рано стать бабушкой? Вы ведь стали бабушкой очень рано, надо сказать. Ну, не рассчитывала. Ну, уж, конечно, да, была в шоке три дня. Но ничего, нормально. Он у нас Богданчик, Богом дан. Я его очень люблю. При этом вы ведь Максима не простили. Знаете, с одной стороны, простила. Ну, потому что дурак. Родителям ничего не сказал. А он до последнего говорил сейчас. То есть он своим родителям ничего не сказал? До последнего не знали. До последнего не знали, что Диана беременна. Каким образом вы его все-таки наказали? Не хотела я наказывать. Ну, так как он и его девушки обижали мою дочь, она проходила беременностью, проплакала, то я как мать, я до последнего, я два месяца ему давала срок, чтобы он как-то пришел. Ну, вот как в нормальных семьях это делается, приходит там мама, папа, ну, и решает. Ну, не хочешь жить, не живи, ради бога. Ну, как-то что-то помогай, участвуй в жизни своего ребенка. Ну, и в итоге я пришла суток, ребенок плачет. Очередная на странице гадость. На какой странице? В интернете. В интернете? Так, подождите, на Диану еще и гадости стали писать? Ну да, его девушка. И вообще... Подождите, у Максима еще и девушка была? У него не одна была. То есть, и она пишет гадости на Диану? Да, она писала, что Диана... Я прошу прощения, а ты... Сука, ты хочешь повесить своего ублюдка на Максима? Он не ублюдок, он ребенок. И за эти слова... Я просто уже психанула, я пришла к ним домой. Сидел его папа. Мама. Максим. Ну все же позади. Вы же, знаете, какой внук прекрасный у вас. Смотрите, какой все позади. Вы же справились. Я не хотела такого счастья своему ребенку. Я хотела, чтобы было все нормально. А не вот это вот. И он... Ни бабушка, ни папа, никто вообще. Они никто нам не помогает. Они не участвуют в его воспитании. Бабушка говорила, я буду помогать. Я буду... Да кто там помогает? Никто. Надо мне помогать. Мы сами воспитаем. Он у нас одет, а будет на корни. Не будет. Будут они с нами общаться? Не будут. Не наплевать на них. Слушайте, Воль, ну вот. А как так получилось, что все-таки действительно в 13-х своей летка Дианочка забеременела? Я не знаю. Вот учила, рассказывала. То есть все рассказывали? Конечно, рассказывала. Ну, говорю, если уже что-то случится. Ну, вообще-то я говорила не доверять. Потому что... Я промолчу. Ну, давайте, почему? Потому что мужикам нельзя доверять. Есть мужчины, но порядочные. Ну, это редкость. В основном, это так. Альфонсы, где-то переночевать, пожрать, пиво попить. Вот это мужики. Откуда у вас такой опыт, скажите? У меня... Трое детей. Откуда опыт? Да, есть такой опыт. Есть, да? Но вы же с мужем живете? Ну, да. Ну, то есть все остальные, кроме него? Не, он нормальный. Он хороший. А, то есть у вас как раз исключительные варианты мужа, да? Ну, знаете, у всех бывают негараздые. Но он детей одел, обул, воспитал. Слушайте, Оль, скажите, а вот вы, Диане, когда начали говорить, рассказывать, собственно, секси? Ну, вы знаете, мы вообще рано с ней говорили. Ну, с восьми, с шести? Не, ну, лет с одиннадцати. С одиннадцати. То есть вы говорили о том, что мужчинам доверять нельзя, есть такой презерватив, который уж если что... Ну, да, говорила, конечно, говорила. Не сработало? Ну, вот так вот. Она дурочка малолетняя повелась, а он мог бы подумать. И вы решили идти в милицию? Да, я решила. Я сказала, Диана, пошли, говорю, я подаю заяву. Все, говорю, хватит, пускай думает. Ну, я хотела как бы напугать его. А тут ноль. То есть на испуг не пошел? Нет. А как его родители, кстати, реагировали, вот когда вы пришли? И как они, какова их была реакция? Папа никак как лежал на диване. Я, выбачаюсь, в трусах. Так и лежал. Я говорю, так, так, давайте как-то решать. Максим, а что ты решил? Ну, если это мой ребенок, то я буду помогать. А в итоге никто ничего. Я говорю, хорошо, будем разговаривать в другом месте. То есть вы пригрозили ему и сказали, что будете подавать милицию? Да, я пошла, написала заявление. А в итоге вы его посадили? Ну, в итоге посадила, да. Я признаюсь, даже когда... Ну, в принципе, я думала, что ничего не будет. Ну, а в итоге все-таки решение суда, два года поселения. То есть его осудили за секс с несовершеннолетней и поговорили к двум годам? Вот этот Максим. Да, он. Отец Богдана. Слушайте, вот извините за такой вопрос. Но, может быть, вы помешали Диане стать счастливой? Может быть, оставшись на воле, он бы все-таки образумился и однажды пришел? Нет. Такие люди не приходят. У него другая девушка тоже родила от него ребенка. Значит, был секс с Дианой, а потом еще другая девушка была попутная? Да, и тоже жертва. И у нее тоже ребенок? Да, девочка. Виктория, а как вы считаете, все-таки в этом случае действительно Максима стоило так жестоко наказать и посадить за вот то, что он сделал, чтобы другим наука была? Вот в этом случае я хочу сказать, послушайте, мы... Не Господь Бог, не кто из нас. И он все видит, и поверьте, и вы это знаете все, что все возвращается людям, ему бы вернулось. Просто у вас такая... Ну, у вас будет осадок за то, что вы сделали, не нужно было это делать. Ну, я так думаю. Я в этом случае не могу согласиться, я нисколько маму не виню. Если ему 19 лет, он должен соображать, что девочке 13 лет, да? Он знает об этом, я уверена, он знает, что это ответственность уголовная. И он все равно идет на это. Ну, значит, он должен отвечать за это. Мама Максима и его нынешняя девушка с ребенком приехали тоже в эту студию. Пожалуйста, встречайте их. Здравствуйте, есть вам что сказать Диане, маме Дианы? Потому что как-то вот действительно не по-людски же это все получилось. Да, я понимаю, что не по-людски мой сын поступил, но... Кстати, вот что сказала Диана, что Максим у нее был первый, это лук. Вот Богдан, это ваш уйти внук? Это наш внук. У меня к этому дитю ничего нету, никакого. Совершенно нет. Никакого. Но ДНК показало, что это действительно сын Максима. А с какой правдой вы пришли? С какой правдой? С такой, что вот же, я опять повторюсь, то, что Диана сказала, что Максим у нее первый. Но это не правда, это ложь. Ну как вам это стыдно? Это моя нарушение, ложь. Люба, давайте не будем. Давайте не будем, это ее слава. Любовь, скажите. Любовь, скажите, пожалуйста. По сыну правильно поступил, что бросил своего сына. Вы бросили его? Нет, а он поступил так. Послушайте, вот вас беспокоит, вы пришли с тем, Любовь, вы пришли с тем, чтобы сказать, что Диана не первая у Максима. А какая она у него, скажите? У Максима какая по счету? Вас это не беспокоит совершенно? Вас это не беспокоит, вы же мать. Вас это должно беспокоить больше. Я хочу обратить внимание сейчас на вот то, что происходит. На то, как у нас сидят две женщины, две мамы, и насколько у них противоположные позиции. И этим самым подтвердить свои слова, что, ну скажем, не то чтобы виноваты, а программируют на такое раннее сексуальное, вот на ошибки эти, да, в раннем возрасте. Именно родители, и они несут ответственность. У вас отношение к мужчинам все мужчины сволочи, а у вас отношение к женщинам все женщины проститутки. Понятно, что ваши дети встретились. Любовь, скажите, пожалуйста, вы считаете, что действительно Максим поступил так, как должен был поступить? Нет, я не говорю, что... О, да, он поступил неправильно. Он поступил неправильно. То есть он наказан справедливо сейчас? Он правильно, посажен на два года. Нет. Почему? Ведь он же совершил преступление. Даже исходя из того, что он занимался сексом с несовершеннолетней девочкой, 13-летней девочкой, с ребенком. Ну, во-первых, чтобы Диане не было сказать, что ей 13 лет. Но он знал, что ей 13. Он не знал, сколько ей. Как же он не знал? Он же был вхож в этот дом. Просто у меня в голове это не укладывается. Приходит ваш сын в гости. Как? Потом ни с того ни с сего начинает слать эсэмэски 13-летней девочке. Ну, это тоже неправда. Вот. Как неправда? Это она написала ему эсэмэс. А он ведь вошел в спальню к ней? Да. И, значит, начал ей говорить о любви, вешать лапшу на уши. Ну, я же там не была, так что я не знала. То есть за 5 минут, за 5 минут буквально я лишил ее девственности и сказал, что я здесь не причем. Она не девственница была. Но даже если она и не девственница, даже если она и не была девственницей, это мы оставляем за скобкой. За 5 минут сделал свое дело, семя выпроснул и сказал, что это не я. Он сказал, что от ребенка не отказывается, он будет помогать. Уже потом. Они в 6 месяцев молчали, что она беременна. В 6 месяцев. В 5 месяцев мы пошли на уши. Люба, давайте не будем рассказывать. В 6 месяцев было. Люба, я сейчас наговорю очень много грубостей. Говори. Да хватит уже. Говори. Хватит. Говори, Люба. Хватит ее подвести. Я тоже могу наговорить грубо. Наговорите, вы уже наговорили целый год. Да, наговорили. Да, и кто-то кричал на всю страну, я буду общаться с внуком. Нет, не буду. После того, что вы сделали, я общаться не буду. А вы пришли на год к ребенку? Вы на 2 года пришли? Нет, и ходить не буду. И не будете. И у меня есть внучка, я с ней общаюсь, и ей помогают. У ребенка все есть. Люба, скажите, я хотел бы обратить ваше внимание. Почему вы узнали об этом только спустя 5 или 6 месяцев? Потому что они молчали. А, то есть подождите, получается, что именно... И Максим тоже узнал. Простите, пожалуйста. Получается, что именно эти люди должны были прийти к вам. То есть вы своему сыну, когда вы его воспитывали, не внушили мысли о том, что нужно быть ответственным за свои поступки? И ведь это он вам должен был сказать? Он тоже не знал. Скажите, когда узнал Максим о том, что Диана беременна? 5 месяцев. Он узнал через 5 месяцев? Да. То есть он раньше не знал об этом? Мы пошли на УЗИ и узнали, что она беременна. То есть вы на 5-м месяце узнали об этом? Знали, да. Ах, водка. Даже если бы я узнала в месяц. Я по борт не делала. Я по борт не делала. Вот пускай кто хочет про меня, кто не думает. Я калечить жизнь и здоровье ребенка не буду. Пускай он себе гуляет, рожает, плодится. Пускай даже не смотрит в нашу сторону. И вся их семейка. Значит, вы хотите сказать, что вот этот не ваш внук, хотя, конечно, это ребенок вашего сына. Но у вас есть просто внучка. А это не внук. Ничего. Юлечка, вы родили, да? Через 13. А когда вы познакомились с Максимом, сколько вам было лет? 17. А это же вы писали гадости в интернете про Диану? Нет. Не вы? А кто писал гадости? Вы знаете эту же девушку? Да, знаю. Это Максима, бывшая девушка. А, то есть бывшая девушка. Да, которая была перед Дианой. Так, значит... Ну, сначала она была, Диана, потом я. Ага. Сначала Диана, потом она, потом вы. А у него, у вашего сына, сколько детей? Двое. Вы в этом уверены? Может быть, кто-то однажды просто к вам не пришел? В 21 год у вашего сына уже двое детей. Одного из них вы признавать совершенно не хотите. Да. Как вы это оцениваете, любовь? Все компоненты, как я. Сейчас дети очень ронные. Вы уверены, что вы воспитали мужчину, который действительно отвечает за свои поступки? Там бутылочка. Да. Вы в этом уверены? Да. Когда мама приходила и говорила, что пускай он женится, только женится. Не надо мне ходить к ребенку, только чтоб женился он. Он сказал, я лучше отсижу, но жениться я не буду. А, вот он так сказал? Да. Он так сказал? Да. Вот Юля сидит, вот там девочка есть. Хорошенькая ответственность, я лучше отсижу. Давайте не будем. Пусть сидит. Я много ему предлагала вариантов. Как мне юрист сказал, пускай распишутся, через 7-8 месяцев пускай разойдутся, чтобы он конкретно официально признал ребенка. Так, как мне посоветовали. Я ему сказала, вышли из ЗАГСа, ты направо, ты налево. Правильно, жениться. Только жениться, ты сказала. На нет и суда нет. Только жениться. И не надо больше. И я его не привязывала, и я его не держала у себя дома. Да срался он мне. Слушайте, я вас хочу... Точно, как дома, как и вы. Точно. Если бы они его не посадили, может быть, совсем по-другому. Почему не приходили, когда я приходила к вашему мужу? Где вы были? Где ваш муж был? Я знаю, где вы были. Я знаю. Ну, у меня другая семья. Ну, конечно. Как другая семья. А на этих детей вам наплевать. Почему? Почему? Ладно, знаю вашу всю историю. Не хочу я рассказать о том, что они. Да я тоже вашу знаю. Я тоже прекрасно вашу знаю. У вас тоже мужей было море уже. Да я не за мужей говорю. Мы будем все. Подскажите, пожалуйста, вот в таких семьях могли, могут развиваться ситуации по-другому вообще? Вы понимаете, тут же какая ситуация... Нет, не могут. То есть я вас сказала. То есть это закономерно. Вот что я должна сказать. И здесь мы все время говорим ответственность, ответственность. Просто очень важный еще момент, который нужно, чтобы родители воспитали в детях. Это отношение к противоположному полу. Вот все-таки главный вопрос этой программы. Как действительно попытаться застраховаться, попытаться уберечься от таких ситуаций? От ранних беременностей, от малолетних, от малолетства родителей. Каким образом? Однозначно все дело в родителях. Я вот сейчас слушала это все. У меня старшей дочери скоро 20 лет. И вот я вспоминаю, как мой муж. Вот вы правы, однозначно правы, что дочь должен воспитывать отец. Вот первые месячные, когда начнется, она не ко мне пришла. Она пришла к отцу. Я узнала от мужа о том, что она стала девушкой. Маленькая в детском саду. Нас вызвали в детский сад. Говорит, вы что такие вещи рассказываете детям? Одного в капусте, одного там аист принес. А наш папа сказал, я на животик капнул капельку. Не важно там как он. И все, животик вырос, ТВ. Она пришла, рассказала в детском саду, нас вызвали. А что он сказал неправильно? Ну как бы школа однозначно тоже должна. Потому что она пришла со школы в 10 лет, принесла кулечи, в котором лежали тампокс, прокладки. Я была в шоке. А муж мне говорит, ну что, почему? Ведь сейчас дети развиваются рано. У кого-то может быть и в 10 лет. Вот девочки, у них была целая лекция. Она пришла, мне все рассказала. Ну вообще это очень хорошо, очень хорошо. И муж у меня с 13 лет кладет, клал в сумку ей презервативы. Он при этом проверял все время, открыто пачка или нет. Но тем не менее. Он этим вкладывал действительно ответственность. И какой-то вот у нее было, она понимала, что она не может подвести людей, родителей, которые так доверяют. Только в родителя. Главное, чтобы папа потом не до 35 лет в сумку не заглядывал, открыто пачка или нет. Светлана, прошу вас. Я в этом случае абсолютно согласна. Презерватив в сумке в 13 лет может быть выход из ситуации. И она осознает, что его можно использовать. И не будет ситуации, в которой девочка в 13 лет становится мамой. Почистая девочка, у которой нет 16 лет, есть 16. Чтоб не верили мальчикам, не доверялись им. Потому что один может говорить люблю, а второй может говорить не люблю. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова